Самооценка, само слово, обозначает то, как человек сам себя оценивает. На первый взгляд кажется, что мы это можем сделать, но вместе с тем это очень спорный вопрос. Акцентируя внимание на чём-то одном, на каком-то аспекте, они делают общий вывод, что они в целом неуспешны, недостаточно замечательны. Самооценка не возникает в одночасье. Вот я сам себя оценила, я про себя решил. Она складывается глубоко, там в детстве иногда мы даже вспомнить не можем, откуда я про себя так думаю, откуда я так для себя решил. Но кто-то значимый взрослый в нашем окружении когда-то это в нас потихонечку вкладывает. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Принято считать». В обществе принято, что нездоровая самооценка делает человека несчастным. Так ли это на самом деле? Сегодня нам поможет разобраться в этой теме психолог Мария Ивачева. Мария, здравствуйте! Добрый день, Анна! Мария, расскажите, пожалуйста, что такое самооценка? И действительно ли можно так утверждать, что самооценка низкая может человека сделать несчастливым? Ну, если сказать попроще, без каких-то там психологических определений, то самооценка, само слово обозначает то, как человек сам себя оценивает. То, как он оценивает свои умения, навыки какие-то, личность свою в целом. И на первый взгляд кажется, что мы это можем сделать. Но вместе с тем это очень спорный вопрос, потому что сам себя оценить объективно ты не можешь. Ты всё равно оцениваешь себя субъективно, потому что ты смотришь сам в себя. Ты не… Объективнее ты можешь оценить кого-то другого, но не самого себя. И вот в этом как раз и опасность самооценивания. Что… Почему и получается, что у некоторых люди есть такая нездоровая, да, самооценка? Потому что акцентируя внимание на чём-то одном, на каком-то аспекте, они делают общий вывод, что они в целом неуспешны, недостаточно замечательны. И вот некий общий такой итог подводит, что они не очень хороши. Исходя из того, что они сами себя оценили. Ну, к примеру, не нравится девушке подросткового возраста что-то в её внешности, или она не очень хорошо справляется с каким-то предметом, и она делает в общем вывод, что она вообще-то неумная и некрасивая. А что на неё повлияло? Почему она так вдруг думает? Откуда это в ней? Ну, для подростков это характерно. То есть, когда подростку что-то в себе не нравится, это скорее правило, чем исключение. Но обычно самооценка формируется в детском возрасте гораздо раньше. Потому что… Почему я говорю, что она субъективна? Потому что когда ребёнок маленький, он ещё не знает, какой он. Он не знает, он умный или глупый. Он не знает, он успешный или неуспешный. Он хорошо стихи читает или плохо. Он умеет петь или не умеет. Всё это он узнаёт по мере роста от окружающего его окружения, от взрослых окружающих. Они говорят тебе, ты умный или ты неумный. Ну, может быть, не напрямую, но, по крайней мере, в той деятельности. И то отношение взрослого, оно формирует вот эту самооценку. И когда я ещё маленький, я в какой-то степени, ну, если можно выразить, такой чистый лист, и я ещё не знаю, какой я, я способный или не способный. Если взрослый смотрит вот с этим, я всегда говорю, блеск в глазах взрослого, да, и ребёнок видит, что то, что он делает, это взрослому нравится, он это похвалит, он это оценит, он это поддержит, то, конечно, вот это внутреннее представление о себе, как о положительном человеке, как о том, который может что-то, оно зреет и укрепляется потихонечку. Там складывается как бы кирпичик за кирпичиком. Самооценка не возникает в одночасье. Вот я сам себя оценил, и я про себя решил. Она складывается глубоко. Там в детстве иногда мы даже вспомнить не можем, откуда я про себя так думаю, откуда я так для себя решил. Но кто-то, значимые взрослые в нашем окружении, когда-то это в нас потихонечку вкладывали. И они вкладывают в нас как положительный образ самого себя, так они вкладывают в нас и отрицательный образ самого себя. Когда, ну, я встречаю взрослых женщин, которые всю жизнь пытаются доказать, вот с низкой самооценкой, нездоровой, да, они пытаются всю жизнь доказать, что они хорошие мамы или жёны. Потому что в детстве когда-то взрослые говорили, ну, там, ты плохо сложила, плохо убралась, ой, не знаю, какая из тебя мать-то получится, ой, не знаю, замуж возьмут тебя или нет. Вот эти фразы, вот эта оценка, какая ты, ты не очень успешная как девочка, то, какая ты будешь в будущем как женщина, они формируют. Она не знает, какая она успешная или неуспешная девочка. Взрослое окружение это формирует. Интересно, вы сказали, то есть получается самооценка ребёнка, да, уже потом подрастающего подростка, зависит от окружающих его людей. То есть сам по себе он пока не может иметь представление, что он уникальный как личность. Конечно, конечно. Он не может абстрагироваться и о себе судить, потому что первые годы его мнение о себе строится на мнении значимых взрослых. Ему важно, что о нём думает мама и папа или кто-то ещё в его окружении. Это значимые взрослые, он хочет на них походить, и, конечно же, он ориентируется на их мнение. Ну, если мы вспоминаем, маленький ребёнок говорит, а мой папа так сказал, моя мама так сказала, это для него уже непреложная истина. Вот для детей до школьного возраста то, что сказал вот этот значимый взрослый, это абсолютная правда и истина. Они верят этому. Почему? Даже если взрослый говорит неправду о том, что ты мешаешь, ты вечно путаешься под ногами, ребёнок принимает это за правду, за чистую монету, что он и правда какой-то такой неуклюжий, и всё время он попадается не ко времени и всё время мешает. Здесь ещё существует две крайности, когда родители активно хвалят, бывает даже за любую мелочь, и когда, наоборот, негативно проявляют свои эмоции по отношению к ребёнку, то есть, наоборот, его всячески как-то удручают в каких-то моментах. Ну, вообще, похвала к ребёнку, она всегда должна быть какой-то конкретной. Оценка, она должна быть какой-то конкретной. Ну, не просто ты славный мальчик. Даже взрослых нужно хвалить, конкретизируя эту оценку. Не просто ты славный мальчик, не просто ты замечательный. А если мы скажем, ты вот это очень красиво написал, а вот это ты слепила, так интересно подобрала цвета. И вот тогда это не будет пустая похвала, это не будет захваливание, а конкретизирование. Вот это конкретизирование, оно, кстати, помогает и где-то конструктивную критику давать, и обратную связь с ребёнку мы всегда не можем хвалить. И мы говорим, вот это ты написал очень старательно, очень аккуратно, а вот это давай мы с тобой исправим. И тогда мы не просто огульно его всегда хвалим. Ах, ты вот наш замечательный пуп земли, четыре строчки рассказал, и мы тебя все любим, обожаем. Нет, мы поправляем, мы корректируем. Но тогда ребёнок не воспринимает это как вот, что всё плохо. Мы обозначили, что хорошо, и показали ему зону, куда он может расти ещё, изменяясь. А как правильно показать вот эту вот зону, куда он может ещё расти и развиваться, корректно, как это сделать, чтобы не навредить ребёнку, чтобы мягко объяснить, преподнести эту информацию правильно? Ну, я думаю, что здесь нужно это мучиться где-то, общению и вот этим фразам, которые помогают выразить тоже я-сообщение, когда мы говорим от первого лица. Мне бы было приятно, если бы ты вот это сделал. А если бы ты вот так сделал, я предлагаю, не настаивая, показывая ему, что за ним это возможность, он это может сделать. Здесь, конечно, мамам нужно учиться общаться с детьми. Это тоже наука. Невозможно только вот как ты вырос и вот умеешь разговаривать, и всё, значит, я умею общаться. Нет. Уметь разговаривать, знать какие-то слова, это не значит уметь общаться. Поэтому детские души, они очень ранимы, и мы должны об этом помнить. И поэтому подбирать слова, чтобы ребёнок, когда вырастет, не оглядывался назад на какое-то наше замечание, которое мы бросили в сердцах, не подумав, и он несёт это как некий ещё один камушек в его сердечке. Да. И часто бывает так, что ребёнок может методом крика, да, то есть он сразу может начать кричать, и порой родители не знают, что с этим делать, уходить или как-то решать сразу вопрос. Вот здесь вот как, чтобы не повлиять негативно на его самооценку, как корректно здесь вот в отношениях поступить? Ну, я думаю, что нужно обязательно поговорить с ребёнком. Надо прояснить, а почему он кричит. Если он каждый раз кричит, то значит, что-то вы не слышите. Иногда крик — это последняя степень уже, чтобы обратили на него внимание. И, возможно, где-то что-то в этой коммуникации взрослого ребёнка нарушено, что взрослый не понимает, что ребёнку нужно. Ну, я сейчас не говорю о крике, когда там «купи-купи-купи» в магазине сцена. Это манипуляции уже. Да, да. Ну, не об этом. А когда действительно ребёнок или уставший, или что-то с ним происходит. Ну, я встретила такую ситуацию, когда ребёнок кричал в магазине, но мама его таскала по отделу, в котором одежда, мама просто пришла погулять, и уставшего ребёнка притащила туда. То он кричал, конечно, понятно, что он или проголодался, или пить хочет, или уже спать хочет. Это не место для прогулок, это не детская площадка, магазин одежды. И поэтому здесь мама должна посмотреть, если это часто происходит, а почему он кричит? И, конечно, нужно как-то вот в этом крике не подниматься ей тоже на уровень крика, а тихим голосом попытаться успокоить, обнять. И когда он успокоится, попытаться поговорить. Ну, если этот ребёнок, который же может анализировать, да, чем он расстроит, а что случилось? Ну, иногда он просто не сделал правильно задание или получил оценку не очень хорошую, и он плачет просто на взрыв, потому что для него это крах вообще серьёзнейшая беда. И вот тут нужно бережно быть с чувствами ребёнка, чтобы, ну, посочувствовать, пожалеть ему. А что формирует здоровую самооценку? Какие именно определённые моменты, да? Ну, вот если мы говорим о взрослом, который, ну, в силу разных причин, в силу того, что родители были несовершенны, ну, они ни у кого не были совершенными, в силу того, что, может быть, у родителей была какая-то боль, ну, и не сформировали они, не дали вам вот тот положительный заряд, с которым вы дальше пойдёте по жизни. Не стоит оглядываться всё время назад и обвинять их. Вот здесь первый шаг — это принятие ответственности на себя, потому что то, как мы себя оцениваем, самооценка — это в наших руках. И здесь нужно посмотреть, что за мысли внутри я культивирую, как я отношусь к себе, с этими мыслями немножечко поработать, да? И я всегда говорю девочкам, девушкам, вот здесь и вот здесь самое ценное. Не то, что про тебя скажут. Ты самое ценное можешь себе сама культивировать, оценку самой себя. Ну, я сейчас не говорю о завышенной самооценке, потому что, ну, на мой взгляд, завышенная самооценка — это один из видов заниженной самооценки, на самом деле. Почему она происходит завышенной? Ну, она выглядит как завышенная, но на самом деле человек с завышенной самооценкой всё время пытается привлечь внимание. И это тоже говорит о том, что чего-то ему не хватает. Поэтому, на самом деле, я бы отнесла и то, и другое к тому, что есть какая-то пустота, которую человек пытается компенсировать либо привлечением к себе чрезмерного внимания, либо, наоборот, пытаясь скрыться от всех. Вот этими чревата низкая самооценка. Человек закрывается в себе. Он боится пробовать что-то новое. Он боится двигаться в сторону новой должности, нового опыта какого-то в жизни. Он не верит в себя. И для того, чтобы поверить в себя, надо начинать с этими мыслями работать и вести дневничок какой-то, да, женщине, и потихонечку начинать двигаться в сторону проб, каких-то маленьких проб. И, конечно, она не родится в одночасье самооценкой. Если женщина долгое время слышала, что она никчемна, если были критикующие родители, отвергающие родители, то точно так же какое-то время ей придётся взращивать в себе вот это новое. И взращивать в себе это не только с мыслями работать, но и что-то делать в своей жизни. Ну, я за те преобразования, которые, ну, иногда говорят, смени имидж, съезди попутешествуй, и, ну, у тебя всё наладится. Я считаю, что это поверхностные вещи, которые нужны, но они не самые главные. То есть просто сменить прическу женщине, не знаю, научиться грамотно макияж какой-то наносить, или подобрать себе одежду, она будет всё равно чувствовать себя некомфортно, как чужой коже. Поэтому эти вещи важны, но начинать нужно с внутреннего преобразования, потому что светимся мы изнутри. Сила наша исходит изнутри. И вот эту внутреннюю силу в себе нужно укреплять. И для этого нужно и развиваться в том числе. А вы, интересно, замолвились о дневнике, о личном дневнике. Что необходимо туда вносить? Какие пункты регулярно можно туда записывать? Ну, обычно дневник ведут, исходя из той задачи, которую женщина ставит перед собой. Если она хочет отследить, как она о себе думает нехорошо, и эти мысли исправить, то надо вот эти все, скажем так, негативные, критикующие мысли первое время позаписывать и проанализировать, откуда они идут, кто так когда-то сказал, так ли это на самом деле. Самооценка, она же формируется, ну, я бы сказала, с четырех составляющих. Это детство наше, это окружающий мир, который, к примеру, все худые эталоны, да, допустим, все худые должны быть, стройняшки, а ты, к примеру, с широкой костью, и весь мир, говорит, ты толстушка. И ты берешь этот образ, смотришься в зеркало этого мира и думаешь, да, я толстая, все, значит, как бы никто на меня не посмотрит, никому я такая не нужна. Это еще один образ, кривое зеркало. Кривым зеркалом может быть наше детство, кривым зеркалом может быть мир, там СМИ, что-то еще, что мы откуда берем этот образ, да, и еще таким же кривым зеркалом может быть лукавый, который тоже начинает наше внимание акцентировать на каких-то наших незначительных недостатках, он их увеличивает сильно, зрительно так, на вот такую гипербалу делает, увеличивает. Как это происходит на мыслительном уровне? И мы начинаем видеть, что вот это вот, что у нас есть, наш нос самый ужасный, вот эта рука у меня, она не такая, как те, да, вот эта нога, из-за того, что я спортом занималась, она теперь полнее, чем другая нога, к примеру. И мы на этом акцентируем внимание и перестаем видеть себя целиком. Мы видим только часть себя, и эта часть, она выпечена, и мы не видим всего остального, не видим своей ценности. Поэтому, конечно, и четвертый, четвертое зеркало, это Господь, который говорит, ты моя дочь. Он каждой женщине это говорит, ты моя дочь, ты ценно, я тебя люблю, я хочу тебе дать будущность и надежду, ты моя доченька, мне нравишься то, какая ты есть, я люблю даже твои морщинки, мне нравится то, что, пусть даже ты другая, но ты мне нравишься, ты мне дорога такой, какая ты есть. Как важно вот этим обогащаться, наполняться этим и Слово Божие, и укреплять свою самооценку с помощью Слова Божия. Но и последнее, что я бы хотела сказать, это то, что женщине, конечно же, не нужно сидеть и жалеть себя, ей нужно двигаться в сторону развития, осваивать новые навыки, языки, шитьё, какое-то хобби, что-то, что тоже придаст ей ощущение, что я это могу, и укрепить тоже её самооценку. Мария, я благодарю вас за эти ценные советы. Спасибо. Дорогие друзья, спасибо вам, что вы были с нами. Обратите внимание на эти ценные советы и начните заниматься самосовершенствованием. «Займитесь каким-то любимым делом или хобби». То, о чём говорила Мария. Всего вам самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин